Здравствуйте, господин Карамалаков. Я знаю, что ИАТА работает в Казахстане 9 лет. Расскажите, пожалуйста, какие авиакомпании входят в ассоциацию, казахстанские авиакомпании, и какой фронт работы у ИАТА в нашей республике? Спасибо за Ваш вопрос. Да, действительно, мы здесь зарегистрированы уже 9 лет, работаем. С 2012 года у нас офис открыт в Астане, где 3 человека работают. ИАТА – это международная ассоциация воздушных перевозчиков, которая уже существует 71 год. Для нас очень важно, что наш офис работает именно в Центральной Азии, и что мы успеваем здесь поднять уровень авиации до уровня авиации в развитых странах. Могу сказать, что из Казахстана только авиакомпания «Эра Стана» пока является членом ИАТА. Могу сказать, что авиакомпания «СКАТ», проходя аудит по безопасности Айоса в этом году, тоже имеет возможность подать заявление и стать членом ИАТА. Не секрет, что некоторые казахстанские авиакомпании входят в черный список, так называемый. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как продвигаются дела в этом направлении. В этом отношении мы довольны достигнутыми результатами, хотя сам процесс довольно долго затянулся. Но в последнее время, прежде всего, когда вступило в действие программы настоящего руководства Комитета гражданской авиации Республики Казахстан, прогресс был замечательным. В мае этого года ИКАО официально объявило, что снимают основные, главные претензии к работе регуляторного органа по безопасности, а именно Комитет гражданской авиации. Авиакомпания «СКАТ» прошла аудит по Айоса. У нас есть два аэропорта, которые прошли аудит по безопасности ИСАГУ, это Караганда и АКТАУ. Авиакомпания «Беркут» готовится к прохождению аудита Айоса. И тоже мы должны сказать, что «Комлукс Авиэйшн», маленький перевозчик, который ориентирован на бизнес-полеты, прошел тоже аудит по безопасности, который является специфическим для маленьких авиакомпаний. Вот это и, могу сказать, делает очень хорошее впечатление международной авиационной общественности. А, кстати, насколько успешно Ваше сотрудничество с правительством Казахстана? Когда наш офис только что создавался в Астане в 2012 году, мы провели авиационный день здесь, в Астане, на котором присутствовали и члены правительства, и ответственные работники. У нас есть отличное сотрудничество с Комитетом гражданской авиации. Я бы сказал, одно из лучших, которые существуют в рамках ИАТа, взаимопонимания. Решаем вопросы совместно. И мы считаем, что это является очень хорошей основой для продолжения нашего сотрудничества. И, конечно, Аэростана – это замечательный перевозчик. Я совершенно откровенно скажу, что это не только что он четыре раза получал международные признания Skytrax, это действительно является перевозчиком высокого международного класса, с которым Казахстан только может гордиться. И сейчас безопасность полетов – это ключевой вопрос, тем более произошел взрыв в Стамбуле. Пожалуйста, расскажите, как можно усилить безопасность и пассажиров, и авиационного транспорта? Трагический интеллект в Стамбуле показал, что авиационная безопасность – это ключевой момент для всего безопасности на воздушном транспорте. Однако нам кажется, что эти вопросы надо рассматривать более комплексно с точки зрения провести и соответствующие мероприятия по выявлению потенциальных террористов до момента их появления в аэропорту. Я могу сказать, что в этом случае в Истанбуле взрыв произошел в момент входа в аэропорту. В Брюсселе это произошло после входа в здание аэропорта. В обеих случаях мы имеем ужасные жертвы, которые требуют от нас очень хорошо подумать, что еще можно сделать все вместе для решения этой проблемы. И в завершении хотелось бы услышать ваше мнение о перспективах развития казахстанской авиации. Если мы посмотрим на количество перевозок, если мы посмотрим на количество самолетов, которые находятся в Казахстане, в эксплуатации в Казахстане, и если посмотрим на количество рейсов, которые выполняются международные из Казахстана на восток и на запад, соответственно, мы видим, что перспективы огромные. По сравнению с другими странами, авиация Казахстана может увеличить свои объемы в 10 раз в весьма обозримом будущем. Это можно взять доказательства. Примерно недавно была информация о развитии авиации в Исландии. Вот остров маленький, население 300 тысяч, посередине Атлантического океана. Можно посмотреть, какой флот у авиакомпании Айс-Лантер, какие объемы перевозок они осуществляют на транзитной основе. Самая большая перспектива перед Казахстаном – это транзитные перевозки. Для этого надо прежде всего не только иметь авиакомпании, которые готовы это сделать, но надо иметь аэропортовую инфраструктуру и ценовую политику, которая позволяет привлечь перевозчиков и пассажиров для осуществления именно транзита через территорию Республики Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова